МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Недолго прятался. Задержан телефонный террорист, устроивший коллапс в космопорте. Когда хлопоты в радость в Самаре достроили еще один дом на деньги дольщиков. Безопасность превыше всего. Силовики переходят на круглосуточный режим работы. Задержан злоумышленник, парализовавший работу торгового центра «Космопорт» и движение вокруг супермаркета в минувшую субботу. Звонок поступил по телефону горячей линии 112. Неизвестный сообщил, что в одном из крупнейших торговых центров Самары заложено взрывное устройство, а сам он связан с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Демонстрации киносеансов и детские праздники были остановлены. Из торгового центра были эвакуированы более трех тысяч посетителей. Здание проверили сотрудники оперативных служб. Взрывчатых веществ не нашли. На выяснение личности звонившего много времени не потребовалось. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Выяснилось, что это гражданин Таджикистана, находившийся в России незаконно. Подозреваемый признался, что звонил именно он, но объяснить мотивы своего поступка не смог. Ты знаешь, что тебя задержали? Да. За что? За купитку, за то, что я звонил на У-2. А ты звонил на У-2? Да, звонил. Ну, рассказывай, как было дело. Сегодня в час в 12 часа я пошел в торговый центр «Космопорс». Так. Взял со своего телефона и звонил на У-2. И сказал, торговый центр «Космопорс» сейчас будет лететь на Борту. Работу магазин возобновил только в половине пятницы. Сейчас сотрудники УФСБ проверяют подозреваемого на возможную причастность к другим преступлениям. Материальный ущерб еще предстоит оценить. Чтобы ничто не омрачило, грядущие праздники в Самаре усилят меры безопасности в новогоднюю ночь и на протяжении всех каникул. На это время будет введен особый пожарный режим, увеличены патрули спасателей и полицейских. Подробности на оперативном совещании в городской администрации узнала Марина Матвейшина. Чтобы праздники прошли без последствий, мер безопасности усиливают по всему городу. Ожидается, что самые массовые гуляния в новогоднюю ночь традиционно пройдут на площади Куйбышева. Веселье начнется в 10 вечера и продлится до 3 часов ночи. Новогодний фейерверк запланирован на час ночи. За безопасностью будут следить полицейские и частная охрана, рассказывает на оперативном совещании руководитель Департамента культуры Татьяна Шестопалова. Доступ на площадь Куйбышева будет осуществляться через металлодетекторы, которые будут установлены на трех входах с улицы Чапаевской, Красноармейской и Вилоновской. Площадь Куйбышева будет обнесена заборами ограждения. В достаточном количестве планируется личный состав управления внутренних дел и представители частного охранного переприятия, которые представляем мы. В Куйбышевском и Красноглинском районах специальных уличных гуляний не планируется. Но традиционно люди приходят праздновать Новый год на площадь перед Домом культуры. А потому обеспечить безопасность горожан должны районные администрации, подчеркивает первый замглавы города Владимир Василенко. Даже если мы музыку не выставим там и для себя, скажем, что мы официально не организовываем, то ответственности с нас все равно никто не снимет. Особое внимание к антитеррористической безопасности. Это непростая формальность, подчеркивает Олег Фурсов, и дает поручение главам районов дополнительно проработать этот вопрос. Соберите руководителей торговых центров, руководителей общественных зданий и эту работу поручите им реализовать. Проговорите еще раз. Недооценивать нельзя. Желание людей внести дестабилизацию на территории города. К сожалению, очень много ложных сигналов идет, очень много ложных звонков. В новогодние каникулы будут работать музеи, театры и дома культуры. Там также усилят меры безопасности. С 30 декабря по 11 января будут увеличены патрули спасателей, полицейских и дружинников. На это время в Самаре введен особый противопожарный режим. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Заниматься спортом в комфортных условиях и недалеко от дома. Эта возможность теперь есть у жителей южного города. В микрорайоне появился спортивный комплекс. На его строительство ушло чуть больше года, а откроется он уже следующей весной. Подробности на месте выяснил Павел Баймаков. Тренажерный зал, два бассейна для детей и взрослых и огромный спортивный зал. Жители микрорайона осматривают здание нового спортивного комплекса. А его преимущества уже смогли оценить профессиональные спортсмены. Все удобно расположено, душевые очень хорошие. Бассейн очень хороший, понравился. Вывод один – хочется скорее заниматься здесь, тренироваться, готовиться к серьезным соревнованиям. Ну и идеальный спортивный комплекс. На строительство объекта и закупку инвентаря ушло более 240 миллионов рублей. Двухэтажное здание построили всего за год с небольшим. На торжественном открытии спорткомплекса побывал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. После небольшой экскурсии по зданию глава региона пообщался с жителями. Хочу вас поздравить с этим событием, с открытием спортивного комплекса. Он не первый и не последний. С Новым годом вас! С новым счастьем! Добра вам! Благополучия! И самого-самого доброго вам в будущем году! Сейчас руководство набирает персонал. За зданием площадью в 5,5 тысяч квадратных метров нужен уход. А уже весной 2016-го услугами спорткомплекса смогут воспользоваться тысячи жителей южного города. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Новоселье к Новому году. Почти миллион квадратных метров нового жилья построили в Самаре в 2015-м. Насколько качественное жилье появляется в городе и как справляются со своими обязательствами застройщики в непростых экономических условиях, проверил глава города Олег Фурсов. Объектом инспекции стал новый бело-бирюзовый дом по цвет под стать названию переулка, на котором он стоит, Байкальскому. Марина Кравцова поздравила дольщиков с новосельем. Анастасия Николаевна осматривается в новой квартире. Впереди еще предстоит ремонт, но то, с чем придется работать, радует глаз. Просторная кухня, удобная ванная и даже вместительная кладовка. Мне понравилось вот в этой квартире то, что потолок высокий, во-первых, 2,7, эконом, жилье, потом стена, штука отурена хорошо, потолок ровненький. Сдача в эксплуатацию дома в Байкальском переулке – настоящий новогодний подарок для дольщиков. Строительство длилось почти пять лет, но в итоге сделали по всем стандартам. За тепло в квартирах отвечает современная котельная, установлены счетчики. В подъездах чисто и светло. Застройщики столкнулись с рядом финансовых проблем, которые препятствовали своевременному вводу объекта в эксплуатацию. Но, к счастью, как мы видим, в настоящее время все работы по объекту завершены, все довольны качеством строительства и занимаются сейчас отделкой помещений. Качество строительства проверил и глава Самары Олег Фурсов. В этом году губернатор Самарской области поставил задачу построить в городе более 900 тысяч квадратных метров жилья, что позволит региону участвовать в федеральных программах и получать дополнительные деньги. Почти 600 тысяч квадратных метров уже готовы. Еще около 300 тысяч сдадут до Нового года. Где-то 16 тысяч семей могут справить новоселье в этом году. Для нас, конечно, это очень важно, потому что это такая прямая забота о людях, которые живут в нашем городе, о том, в каком качестве они живут, насколько качественное жилье. В этом году квартиры от государства получили 127 детей-сирот. Больше 140 семей переехали из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Но и людей, что нуждаются в улучшении жилищных условий, немало. Чтобы они могли справить долгожданное новоселье, темпы строительства нельзя снижать. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. При строительстве новых домов в Самаре особое внимание будут уделять инфраструктуре, наличию социальных объектов, школ и детских садов в районе. Вопросы смены зонирования и будущей застройки обсудили на комиссии по землепользованию. Проблемой на пути застройщиков, которые хотят возвести семиэтажные дома на третьей просеке, стала плохая транспортная доступность места и недостаток школ поблизости. Жители соседних домов выступили против. Аргумент – сильная загруженность дороги на улицы Советской Армии. Городская комиссия по землепользованию и застройке предложила отложить решение о строительстве на третьей просеке, пока не будут подробно изложены предложения по развитию магистралей в этом районе. Попросить департамент строительства архитектуры представить нам ответ на два вопроса. Первое – это все-таки обеспеченность социальными объектами и вопрос транспортной доступности, перспектив развития вот этой магистрали, которая туда пойдет. Забыть о Волоките. Шесть новых отделений многофункционального центра откроются в этом году в Самаре. Теперь получить паспорт, выписку из Росреестра и оформить пенсию, жители смогут не тратя время в очередях. На открытие нового центра в Крутых Ключах побывала Лариса Шалафаст. Два просторных зала, 26 окон приема и выдачи документов. В новом отделении МФЦ очередей точно не будет. Теперь сюда смогут обращаться жители всего Красноглинского района Самары, чтобы получить весь спектр государственных услуг. ИНН получить свой налоговый, тоже благодаря паспорту только. Дальше паспорт российский может поменять, может мамам пособия детские. Дальше материнский сертификат принимаем, то есть распоряжение, выдача 20 тысяч сейчас и сам сертификат выдачи. Налоговая служба, вся регистрация, которая непосредственно сдается в регистрационную палату, которая находится на Сергея Лозо, здесь тоже можно оформить все это. Новое отделение МФЦ стало вторым по величине многофункциональным центром. До конца года в Самаре откроются шесть новых отделений МФЦ, в дополнение к уже имеющимся двум. Таким образом, общее количество окон обслуживания населения составит больше двухсот. Это позволит обеспечить шаговую доступность государственных услуг для жителей всех районов города. Мы фактически заканчиваем формирование сети МФЦ на территории региона. У нас кроме 50 больших крупных центров работают еще 288 филиалов центров многофункциональных услуг. Практически мы выполняем в этом году майский указ президента страны о доступности для 90% граждан оказания муниципальных и государственных услуг. То, что в кратчайшие сроки построен такой замечательный центр, который является основной частью инфраструктуры района, тоже очень замечательно. Здесь уютно, здесь красиво, здесь комфортно. Хочется работать и, наверное, хочется получать услуги. Мы на этом не останавливаемся. Количество услуг, я думаю, будет наращиваться. Эта форма работы будет развиваться. Появляются такие объекты, появляются рабочие места, опять же, для наших жителей. Наши жители могут сюда прийти и получить свидетельство на собственности и кучу еще всяких услуг. Это всегда удобно, приятно. Все новые отделения МФЦ откроются до конца декабря. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. В следующем году в Самаре запланировано открытие еще одного дополнительного офиса МФЦ. Это стало возможным за счет экономии областного бюджета. Итоги уходящего года подвели на заседание регионального правительства. Большую работу проделали в рамках реализации поручений губернатора и выполнения антикризисного плана. По предварительной оценке за 2015 год валовый региональный продукт в текущих ценах увеличится почти на 2 миллиарда рублей. Реализуются крупные транспортные проекты. Строятся мосты Фрунзенский через Самару и через Волгу в Шигонском районе. Продолжается масштабная реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, выполнены социальные обязательства. А теперь время о новостях экономики. Рубль продолжает ставить антирекорды. Сегодня на торгах цена доллара США перевалила за 72 рубля. Однако Центробанк не поддался общей панике и установил курс доллара на отметке 70 рублей 78 копеек. Рост составил всего 52 копейки. Евро тоже немного подорожал до 77 рублей 60 копеек. Золото стоит 2439 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 32 копейки за грамм. Нефть сегодня пробила вниз отметку 37 долларов и торговалась за 36 долларов 93 цента за баррель. Россиянам предложат самим страховать себя в турпоездках на 2 миллиона рублей. Страхование добровольное, но в случае отказа оплата лечения или эвакуации ляжет на кошелек самого туриста. А сейчас коротко о других темах дня. Пожар на пересечении улиц Советской Нагорной произошел вечером 27 декабря в Самаре. Загорелся двухэтажный дом площадью 250 квадратных метров, в котором никто не жил. На место ЧП выехали 80 человек и 24 единицы техники. Пожарная и газовая служба, скорая помощь. Движение трамваев по улице Советская было остановлено. Спустя два часа с начала пожара огонь был потушен. За это время успел полностью выгореть второй этаж, где, видимо, и вспыхнул огонь. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. Дело в отношении 27-летнего Мансура Иснаил Джанова рассмотрят в конце января 2016 года. Уроженца Киргизии обвиняют в убийстве болельщика футбольного клуба «Спартак» Антона Феоктистова. Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 августа в кафе «Палуба». Следователи установили, между посетителями вспыхнула ссора, которая потом переросла в поножовщину. Потерпевший скончался на месте из-за тяжелого ранения шеи. В Самарное испытание едет современный трехсекционный трамвай отечественного производства. Вагоны с низкими полами оснащены кондиционерами, мониторами с параметрами движения, системой видеонаблюдения, автономным ходом и навигационной системой «ГЛОНАСС». Новинка прибудет в город во вторник, после чего в течение полугода пройдут испытания. Модель была разработана специальным российским конструкторским бюро. Это попытка отказаться от импортного транспорта. Администрация Ленинского района Самары разыскивает хозяев двух брошенных автомобилей, которые уже длительное время стоят во дворе на улице Ленинская, 93-95. Автомобиль красного цвета и Чернореченская, 57, автомобиль черного цвета. Госномера на машинах отсутствуют. Администрация просит владельцев самостоятельно убрать транспорт. В противном случае они станут муниципальной собственностью и будут отправлены на спецстоянку. Похолодание ожидается в Самарской области к Новому году. В ночь на вторник будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 4-9 градусов Цельсия. Местами опустится до минус 13. Во вторник ожидается небольшой снег, слабая метель на дорогах гололедится. Ночью температура опустится уже до минус 16. В среду похолодает еще сильнее, до минус 21. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. 2016-й объявлен годом российского кино. Самару можно смело назвать городом-синематографа. Студия кинохроники открылась еще в 27-м году. За эти годы нашими режиссерами был сделан не один десяток документальных лент. Вместе с мэтрами самарского кино страница истории листала Мариана Мирная. Камера «Мотор» начали. В 1895 году братья Люмьер получили патент на изобретенный аппарат «Синематограф». В том же году состоялась и премьера первого фильма. Было это как раз 28 декабря. Именно этот день и назначили Международным днем кино. В России премьера первого фильма прошла 15 октября 1908 года. Фильм по мотивам народной песни о Стеньке Разине из-за острова на Стрежень длился всего 7 минут. Но впечатление на зрителей производил неизгладимое. Когда поезд несся на зрителей, они в ужасе шарахались, конечно, он производил большее впечатление. Но то, что тот фильм, о котором вы говорите, где Стенька Разин в набежавшую волну бросает, конечно, для людей того времени это был аттракцион, примерно как для нас сейчас. Компьютерные некоторые изыски. Кинематограф прошел большой путь от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. В Самаре давно снимаются документальные фильмы. Многие из них становились лауреатами всевозможных конкурсов. Небольшое помещение – это святая святых Самарского дома кино. Именно здесь монтируются и хранятся легендарные документальные фильмы об известных людях, природе и, конечно же, событиях Самарского края. Марианна Мирная, Станислав Левин, События. Из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. Эту знаменитую фразу «Вождя пролетариата» редко цитируют полностью. А зря, ведь цирковые представления с годами не теряют популярности. Перед Новым годом в Самарской области детям-сиротам подарили красочное шоу. На губернской елке побывала Алина Чемерес. За новогодним представлением наблюдают ребята со всей Самарской области. Здесь, в зале, более двух тысяч человек. Для детей это настоящее путешествие в новогоднюю сказку. На манеж выходят верблюды, отдает поклоны конь, артисты демонстрируют чудеса акробатики. Дрессировщик Дан Запашный со своей питомицей Мальтой особенно полюбились зрителям. Обезьян всегда сравнивают с людьми и, в общем-то, хотелось сделать такое что-то необычное. Репетировали достаточно долго, чтобы подготовить такой номер. Опытному человеку нужно хотя бы года два с половиной три. Праздничное настроение на областной новогодней елке ребятам дарят каждый год. Новый год – это всегда праздник, а цирк для детей – это особенный праздник и особенная радость. Я очень надеюсь, что сегодня все ребята, участники этого мероприятия, получат настоящее новогоднее настроение и незабываемое впечатление. Для детей-сирот, зачастую обделенных теплом и заботой, этот день поистине волшебный. Как будто они сказочно это делают. Они так прыгают, как будто их за веревочкой привязали, и они прыгают так. Мне понравились клоуны, потому что они смешные, веселые. Мне больше всего не понравились акробаты, потому что они исполняют разные интересные трюки, которые не могут исполнить другие. После такого праздника, говорят ребята, восторженное настроение сохранится на весь следующий год. Алина Чемерис, Григорий Пришаков, События. Синяя птица поселилась в Самарской филармонии. Интерактивное представление для детей и родителей приготовили артисты. Марианна Мирная вместе с героями отправилась на поиски птицы счастья. В поисках синей птицы по разным сказкам отправляются герои новогоднего представления в Самарской государственной филармонии. Есть сама синяя птица, можно к ней прикоснуться, можно загадать желание, прикрепить перышко со своим желанием. Все направлено на то, чтобы ребенок, пришедший сюда в филармонию, попал сразу в сказку. Интерактивные площадки, сказочные персонажи, красавица елка ждут маленьких гостей на празднике. Ну и, конечно, главный зимний человек Дед Мороз встречает детей и приглашает присоединиться к торжеству. Мы будем с вами искать синюю птицу, птицу мечты, птицу счастья. А кому же не хочется счастья? Приходите, приходите, я жду именно вас. Новогодние представления в Самарской государственной филармонии ждут ребят дважды в день до 6 января. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Впереди вас ждут новости спорта и их традиционный ведущий Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Раз, два, три, поддерживай меня, четыре. Физподготовка прямо на сцене. Юные спортсмены без труда подтягиваются на перекладине. Зарядка, пробежка, постоянные тренировки говорят необходимо, если хочешь держать себя в форме. Ребята из 29-й школы, соперники только на ринге. В жизни юные тэквондисты лучшие друзья. Мы всегда друг друга поддерживаем. И принимаем все решения всей команды. Стараемся никогда не драться. Эстафету здорового образа жизни молодому поколению передают ветераны спорта. Им в этот день символично вручили значки ГТО советского образца. Лыжник с 40-летним стажем Владимир Татарников рассказывает, до сих пор не мыслить жизни без движения. Хочется лететь. Прекрасно себя чувствую, когда на лыжах. Пройти, подышать свежим воздухом, полюбоваться на природу, отдохнуть. Чествование юных олимпийцев в регионе проходит уже в 20-й раз. Самарская область по количеству медалей каждый год попадает в пятерку лучших в стране. Быть ловкими и сильными ребят мотивирует и возрожденный комплекс ГТО. За три года нормативы сдали 50 тысяч школьников. Теперь готовность к труду и обороне будет учитываться при поступлении в ВУЗы. Ведущие ВУЗы Самарской области Российской Федерации создают определенного рода преференции для тех, кто получает золотой или серебряный значок ГТО. Каждое высшее учебное заведение решает, сколько именно баллов добавляется к общей сумме результатов по единому государственному экзамену. Юные спортсмены обещают, в следующем году снова принесут награды в копилку Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Что может случиться, когда мужья – удачливые клерки, а жены – образцовые домохозяйки? Карьера удалась, и тихая семейная жизнь не обещает потрясений, пока в доме не появляется новая прислуга. Странная девушка Нюра становится катализатором череды событий и происшествий, разобраться в которых непросто. Сегодня на нашем канале фильм «Тихая семейная жизнь». Это еще одна попытка российских режиссеров снять хороший триллер. Насколько она удачная, можно выяснить в 22.10. А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!